Всем привет, друзья! Значит, отвечу на некоторые комментарии и поделюсь с ближайшими планами. Ну, в ближайших планах это у меня мангал. Мангал, барбекю, мы будем его переделывать, посмотрим, сравним характеристики, ну, как он работает на данном этапе и сравним, как будет работать после того, как я его переделаю. За это мы возьмемся после того, как завтра у меня отправится в мотоблок в сервисный центр. Значит, к сегодняшнему видео добавим еще завтрашнее, то, когда за ним приедут, что-нибудь там, как они будут смотреть, написывать, как мы будем грузить, что они будут мне говорить и так далее. Ну, потом будет пауза, в это время я как раз и займусь переделкой мангала. Значит, а сегодня что? Значит, по поводу комментариев, многие пишут, что нужно называть продавца пцовика и так далее. Здесь вопрос стоит в том, как они отреагируют на замену последствия, вот, и что они мне. И на данном этапе я сейчас настаиваю на замене двигателя. Это как минимум. Хотя я вам покажу и все те недостатки, с которыми он пришел. Ну, мелочи я не буду называть. Это то, что тут все указывают, там болтаются ручки, звенит, тарахтит, все. Это все мне очень заслуживает внимания. Значит, первое. Это все время, по-моему, разные колеса. Все время он бегает то в одну, то в другую сторону. Подрегулирую здесь, бегит в одну сторону. Когда выставляешь колеса на уровне, делаешь одинаково атмосферу в колесах, все равно он бегит вбок. То есть, насколько я понимаю, какое-то колесо здесь выше. Не одинаковые колеса. Раз. Значит, грыжа на колесе, вот в этом месте, по-моему. Два. Третье, то, что кривая рама. И я не стал стягивать болтом все вот это вот дело. А мне пришлось подложить шайбу сюда, потому что я побоялся, что может улопнуть вот эти вот чугунные какие-то крепления. Это три. Что по двигателю? Ну, заявленная мощность не соответствует той, которую заявлял продавец. Вот, как бы двигатель послабее. Ну и смотрите, сюда наработка этого мотоблока. Где-то часа три в общем. Это максимум, да? Три, может, четыре. Да нет, четыре не было. Часа три в общем. Но уже вот такое состояние вот этих китайских ремней. Я не знаю, может, мне какие-то бэушные ремни поставили. И с чем это связано. Ну и то, что двигатель стоял криво. Это видно из прошлых моих видео. Если мы смотрим вот в таком плане, то тогда мы сейчас шестерни... То есть маховик стоит ровно, а тогда он стоял вот так. И на валу, то есть, возможно, из-за этого шел такой износ ремней. Что я буду указывать? То, что передачи не включаются, это полбеды. А вот то, что они на ходу выключаются сами по себе, это история другая. Это я укажу. Укажу перекос рамы. Что здесь невозможно, боюсь. Ну, вот как бы и все пока. Значит, запись продавца впоследствии через несколько секунд будет свыше. Дальше мы идем в сервисный центр. Тоже пока винить я там никого не могу, потому как... Ну, возможно, что сервисный центр... Сервис это и сервис. То есть, если двигатель уже получил какой-то ремонт, получает, он должен получить этот ремонт от сервиса. На то он и сервис. Но предпродажную подготовку они тоже проводят, я так понимаю. Но есть вот некоторые фирмы, которые покупают просто эти коробки в сборе. То есть, сервис, он для них существует только уже на том этапе, если возникает неисправность, и они его получают. На данном же, данной ситуации, то есть, они продают им изделия, запакованные, выпакованные. Мы посмотрим, что я получу назад. То есть, как отреагирует на вот это все мероприятие продавец, как будут устранены мои претензии. Ну и впоследствии, весна-осень, будем наблюдать за работами там и т.д. и т.п. Ну, конечно, мой канал не основан на одном мотоблоке. Да, добавятся видео с мотоблоком. Ну, а я буду вести свой канал в стандартном режиме, то есть, самоделки, подделки, ремонт и авто. Теперь добавится мотоблок. Ну, в общем, в таком плане. Ну, все, ребята, переходим к аудиозаписи. Добрый день, Алексей. Наверное, узнали меня уже. Ну, нет. Ну, ладно, не важно. Это все по тому мотоблоку. Я звоню. А, ну-ну-ну, теперь узнал. Ага. Ну, значит, это самое. Там у нас нехорошая такая ситуация. Я бы хотел, Алексей, хотел бы мне как-то вот, подскажите, по какому номеру мне позвонить, чтобы разобраться с этим мотоблоком, с кем мне пообщаться. Где-то с вашим там начальством с кем-то или как-то там. Ага, ага. Просто я намерен, как бы, я звонил в сервис, там мы в сервисе много разговаривали с этим делом. Ну, в общем, здесь, как бы, они ссылаются на некачественную, как бы, отправку, сборку. И говорит, я говорю, что у меня клапаны эти вылетели, проломали крышку. Он говорит, о-о-о, говорит, это непонятно, говорит, крепление там на клапаны, если эти есть, то крышки у нас нету, значит, это... Я думаю, не переживайте. Пока нету повода для беспокойства. Не, ну, я просто хотел бы с этим поговорить, то есть, немножко изучил права потребителя, как бы я бы хотел, чтобы мне привезли другой взамен, а этот забрали. Ну, это надо действительно с руководством, наверное. А по закону я должен выставлять претензии не сервисному центру, а то есть, как бы, продавцу. Ну, понимаете меня, я... Я понимаю вас прекрасно, но надо же сначала определить, правильно, то есть, для того, чтобы определить доброкачественную или нет. Вот опять же, ну, как вот вы со слов... То есть, получается, вы сами определили, доброкачественный это товар или нет, правильно? Ну, доброкачественный... Ну, да, я понимаю, вам нужно... Я понимаю, что вы технический человек, да, что вы грамотно ко всему подходите, но все равно должно быть какое-то определение доброкачественного товара. Чтобы это определить, мотоблок в любом случае сначала должен попасть на сервисный центр. Согласны со мной? Ну, согласен, да. А сервисный центр уже должен дать заключение. Сервисный центр дает заключение. Да, действительно, товар был недоброкачественный. Тогда уже на этом основании вы можете, скажем, склоняться на право потребителя. Ну, то есть, заключение в любом случае какое-то должно быть. Вы понимаете, что это на самом деле, как бы, пока только слова. Вот. Поэтому... Ну, просто человеческий фактор, я думаю, так, что, понимаете, ну... Вы звоните, надоедайте. Давайте просто разберем, вот, как человек к человеку. Когда вам звонит, ну, кто-то надоедливый, да, вы, конечно, хотите на нем сорвать зло, да, к примеру. Вот вы меня там чем-то не устраиваете. И мне хочется, но я вам ничего не могу ответить в ответ, да. Поэтому, ну, начинаются вот такие хотели. Это сугубо мое мнение. Потому что, когда придет товар, скажем, опять же, на сервисный центр, в любом случае им надо этот вопрос... Я понимаю, Алексей, но я бы посмотрел, допустим, на чье-либо место на вашем, будучи на моем месте, когда обходится этот товар в полторы тысячи долларов, стали бы вы надоедать, и как бы вы отнеслись к этому? Это я еще... Алексей, секунду. Это я еще более лоялен, что товар сломался неделю назад. Неделю я не знаю ни слуху, ни духу, что происходит, должна прийти машина забрать, ее нету, я молчу. И другой бы уже рвал бы и металл здесь, обзвонил бы за этот период, все на свете. Уже сколько времени прошло. Ну и сказали, что как бы вина однозначно продавцов здесь, потому что ваша компания берет мотоблоки не собранные, а собираются они уже у вас там. А как они уже собирают, как бы, они говорят, мы здесь проверяем, слушаем и все. Ну а там получается, что мотоблок, видимо, завели, но не послушали, что, наверное, я так понимаю, что если большой зазор, то должен был слышен лязг клапанов. То есть никто не прислушался к этому, не стал ничего этого устранять, и так передали мотоблок. Ну а что человеку? А человек боится лезть. Я хоть, допустим, и слышу, что клапанов лязг хотят, но я же не полезу, потому что гарантии-то боюсь я. Мне надо было позвонить в сервисный центр, объяснить ситуацию сразу как-то вот в этом плане. Но такая вот штука, она гарантия эта. Ну, сами должны понимать, все-таки деньги-то мои, поэтому я и волнуюсь. Это не в том случае надоедаю я или не надоедаю. Нет, нет, это мы просто с вами так, отвлеченная тема. Я вас прекрасно понимаю, поэтому я полностью на вашей стороне. Но что, опять же, заберем, а там дальше будем решать. Мы в любом случае вот везем в сервисный центр, пусть сервисный центр там что, выносит какое-то решение. В любом случае движение этого будет. Без мотоблока вы не останетесь, это точно. Ну, я склонен к тому, что такие неисправности как бы влекут за собой впоследствии какие-то скрытые дефекты, могут повлечь за собой. Поэтому мне не хочется так получилось, чтобы через... Алексей, секундочку. Чтобы через месяц у меня опять возник какой-то дефект, как отражение, то есть как последствия вот этого вот, вот этой неисправности мне опять возиться по этим сервисам, по этим мотоблокам. Ну, нет, у меня желание какие-то потом получать дополнительные проблемы себе, потому что возникла такая вот неисправность, которая может потянуть за собой впоследствии что-то. Ну, вы понимаете меня? Я просто думаю, что скорее всего там будет замена двигателя. Ну, я вас услышал, вот, давайте дождемся, когда он будет там, а там дальше уже решим. Ну, да, и как там, Алексей, как у нас с отправкой его? Уже неделя прошла, завтра... Отправка я сейчас буду на офисе, уточню, потому что в графике я вас включил. Ага. Вот, вам за день в любом случае должны позвонить. Хорошо. У меня будет машина в вашей стороне. Я понял, хорошо. Все, что в моих силах сделано, вот, потом, когда он уже придет туда, там и будем решать. Ага. Хорошо? Хорошо, хорошо. Я думаю, они все равно откроют двигатель, посмотрят, нет, там, заменят его, потому что, ну, ремонтопригодность, как бы, этих двигателей, я не знаю, насколько она там, скажем так, хороша, не хороша. Ну, ясно, ну, я понял все. Ну, как бы я же говорю, что, ну, не хочется мне вот-то, я знаю, что двигатель, двигателя эти хорошие, они работают, работают качественно, но просто, кто его знает, может, там клапан немножко подогнуло, может, какая микротрещина, на голове возникнуть, может, там поршень повредила, или там будут воздух пускать, ну, черт его знает, что оно может случиться с этого, ну, неохота, мне этот геморрой, последствий. Хорошо, хорошо, я вас услышу. Все, хорошо тогда, Алексей, я понял, мы с вами сколько общаемся, человек, вы вроде, ну, в смысле, входите в ситуацию человеческий такой, я думаю, на позитивное решение вопроса. Нет, конечно, мы будем, поверьте, стараться, но если было не позитивное решение вопроса, можно было бы там просто динамить или там что-то там, а вот так, а вот так, поэтому лучше решать вопросы конструктивно, поверьте, все, что зависит от меня, этот мотоблок будет на контроле, вот, я буду его держать на контроле на сервисной службе, вы его будете держать на контроле, я вам просто приведу такой пример, вот к нам приходят мотоблоки САЗа, да, мы несем за них гарантийную ответственность, вот, когда пришел мотоблок САЗа, он работает, там его надо, ну, доводить до ума, скажем так, бывает, что он сразу пришел, в нем уже есть какой-то дефест, вот когда приезжает сервисная служба и крутит его лично здесь, мотоблоки начинают работать просто идеально, вот когда, потому что вы понимаете завод, да, там, конвейер, они их бах-бах, включаются все, сцепление не отрегулировано, то не отрегулировано, и когда приедут по этому мотоблоку, делаешь заявку, чтобы они приехали, там, что-то не включается, они его доводят до ума, люди эти мотоблоки забирают, и проблем потом никаких нет. Понятно, тогда не буду я вас отвлекать тогда, ну, значит, все у нас, как бы, мы обсудили. Процесс забора, да, и потом мы с вами будем держать связь, поверьте, что совместными усилиями я думаю, мы добьемся. Да, спасибо, спасибо, Алексей, да. Ну что, всего хорошего, удачи вам. Да, да, до свидания. Всем удачи, пока, и до встречи.